каркают вороны а мы в 3d парке ну что перед нами лук с которым я занимаюсь сейчас я отстреляю 4 выстрела ну прошлый раз мы стреляли с вышек сегодня я стрельну разочек с вышки а так по большому вот села прямо вот здесь а так вообще будет интересно мне сейчас стрельнут ну скажем на обычную дистанцию метров 20 потом на большую он там у нас козел так и самое интересное вот для чего делать с такой лук это я пойду стрелять изнутри наши специальные вышки там кабан и филин и попробую ну фильм не знаю как смогу ли я изнутри стрелять потому что он близко стоит а вот кабана мне будет интересно стрельнуть кстати приходите в 3d парк тут реально есть потренироваться как пока еще трава не выросла ходи здесь довольно удобно потом этих зверей придется искать ну ладно погнали в конце видео начнем наверно самый простой вот индейка мне наверное до вороны точно ближе я думаю метров 20 до индейки так и будет нервировать я сейчас вы еще матут пойдемте посмотрим что там у нас с первой стрелой ворона прям не отстает нифига так вот индейка вот десяти очковая убойная зона но я попал в 8 в любом случае индейка добыта я думаю что вот я сейчас постреляю постреляю по животным блин им ворона попадет просто в немилость так где-то тут у нас козел был здоровая такая мишень а вот он так отойдем итак мишень козел у меня с собой нет дальномера но я оцениваю эту дистанцию примерно как метров 30 я еще и не помню где у него бойная зона поэтому просто буду стрелять за лопаточку так куда-то попал пойдемте засчитывать очки эх ворона ворона как же тебе не стыдно то так попал нормально как он по такой диагонали лежит зараза и у него получается скошенная зона практически рядом с десяткой но я попал в восьми очковую зону поэтому козел тоже добыт отдай стрелу забрался на вышечку камера прошла составлял снизу чтобы вы видели но сейчас я выстрелю видите кабан стоит до него тоже метров 30 даже наверное с хвостиком кабан это очень маленький это такое вот примерно пекаре ну надеюсь я попаду ну перед тем как приступить к стрельбе давайте я расскажу немного об обвесе в качестве прицела я использую прицел фирмы апекс это охотничий прицел оснащенный пятью пинами и что самое главное это микро настройками вы отпускаете основной болт и крутите настройки двигая прицел вверх вниз соответственно отпускаете здесь болт верхний и крутите прицел вправо влево очень удобная настройка здесь есть градация можно запоминать можно возвращать его в обратное положение абсолютно не напрягаясь у прицела есть различные крепления то есть его можно поставить выше ниже и можно к нему еще повесить кивер ну в матюсе есть для этого специальные крепления вот здесь но если нету если вы прицел тут используете не на мэтьюсе то вот места крепления кивера здесь есть не только право-лево движение а также есть четыре позиции самого прицела относительно несущей штанги ну и конечно же пины сами пины они тоже двигаются вверх вниз право влево прицел конечно довольно гибкий то есть его можно настроить просто подо все очень удобные пины длинные светятся они практически до темно и есть тут специальное отверстие под лампочку вы вкручиваете ее сюда и она светит на эти пины если вы хотите стрелять ночью про полочку я рассказывать наверное не буду она известна всем это самая простая полочка доступная для всех фирмы quad полочка с предварительным взводом полка неплохая у нее есть свои заморочки но в принципе много кто с ней стреляют и отказываться от нее не хотят хотя я например предпочитаю фирму hhsports которая делает эти полочки гораздо продвинутее в отличие от этих ту можно разобрать собрать она будет работать как автомат калашникова и сделана она конечно на чпушной обработке вся полностью из алюминия приходите в торговый дом дендра обязательно посмотрите на эти полочки фирменный стабилизатор матюс именно таким стабилизатором они оснащают свои луки стабилизатор действительно офигенный я честно говоря не знаю как он работает при таких минимальных габаритах но здесь наверняка задемпфированный карбон и вот эта часть которая имеет ход она снижает вибрации все делается естественно в цвет лука стабилизаторы есть именно тех цветов которых упускает сама компания мэтьюс смотрится очень органично бывает вот такой охотчий стабилизатор а бывают 3d стабилизатор они немного подлиннее работаю чуть получше но как вот вещь клевая но вы наверное уже успели заметить вот такую штуку это специальная подставка которая легко снимается слуга подставка просто бомбезная она решает всю проблему транспортировки лука во время соревнований или охоты вы можете стрелять с этой полкой установленной а также поставить его он будет стоять на любой поверхности вы сходили за стрелами взяли лук и стреляете дальше снимать ничего не надо просто офигенная вещь ну и немного про сами блоки я вам покажу чем отличается блоки мэтьюса других производителей обратите внимание что разгонные тросы приходят на специальные подшипники в этом блоке 4 подшипника они два как у других производителей за счет этого лук стреляет быстро и тихо ну и конечно же система синхронизирует верхний блок относительно нижнего в плоскости поэтому у данного лука нету никаких движений хвостовика право лево ну а так как верхние блоки и нижние это есть абсолютный круг не смущайтесь что здесь срезано это просто не рабочая зона это абсолютный круг то компания решила вопрос о движении хвостовика вверх вниз как я уже сказал лук стреляет всегда прямо и не требует каких-либо настроек кроме обычной синхронизации когда вы меняете модули на какую-либо растяжку не лишним будет проверить синхронизацию хотя я несколько раз менял модули и принципе синхронизация которую вы сделали до этого сохраняется но это уже так перестраховка давайте я вам покажу пипсайт пипсайт это отдельная тема пипсайт с козырьком и возможностью поменять вкладыши надеюсь вам будет видно там есть резьба и вкладыши вы можете поставить не только с меньшим или большим отверстием все будет зависеть от солнечной или погоды то меньше отверстия если вот так как здесь то побольше если сумерки можно вообще вкладыш выкрутить и убрать тем самым этот пипсайт становится таким незаменимым универсальным другом при стрельбе в различных условиях точно также вы этот пипсайт можете использовать со стеклянной линзой которая вкручивается и делает вам резкость если вы используете стеклянную линзу на прицеле потому что вы знаете если вы просто поставите прицел с линзой будете стрелять на дистанции вы увидите мишень до увидите раза в два в три там ну смотря сколько крат ближе но мишень будет размыта именно линза пипсайте дает вам резкое изображение почему козырек козырек не дает в мокрую погоду дождю попасть на стекло линзы это очень классная продвинутая вещь таких вариантов пипсайтов со сменными вкладышами подготовленных для линз есть такое приличное количество приходите к нам посмотрите может вам это понравилось но давайте так я уже заговорился выстрелим в кабана очень хорошо что вот здесь можно потренироваться перед выстрелом допустим с три стенда на охоте или слышно вы когда приходите на охоту уже не в каких-то там непонятных стесненных условиях а уже привыкши так я попал в кабана а давайте эту пантеру заодно засадим чего уж то не хотел делать 5 выстрелов да надо смотрите как удобно практически вертикально я могу опустить лук вот в этом преимущество лукас эксель-то эксель длиной лука 28 дюймов черт признаться честно я промазал слишком крутой угол и сто раз себе говорил когда ты стреляешь снизу вверх или сверху вниз стрела не преодолевает такое притяжение земли как если вы стреляете параллельно земле в любом раскладе снизу вверх или сверху вниз стрела должна пойти выше я об этом забыл и сейчас вы увидите результат вот это то про что я вам говорил я не задел даже восьмерки стрела пришла выше на пол сантиметра мне конечно на охоте это чистое попадание в позвоночник и вы зверя добыли но вот на 3d на 3d желательно как бы зарабатывать очки и цели суда я попал сюда то есть надо было брать под яблочко давайте сходим посмотрим на кабана вот я не знаю это ворона на чё тут специально что ли на нервы действует ну а с кабаном все супер попал четко в десятку прям за лопатку тут конечно не действует прям такая сила потому что тут однозначно за тридцаточку но я стрелял вот примерно вот сюда и я считаю что попал хорошо осталась самая главная вышка сам большим кабаном и большой дистанцией я буду стрелять изнутри вы помните ну вот мы на вышке стоит кабан до него 55 метров сделаем быстро вышка это конечно у нас просторная здесь на охоте бывают вышки гораздо поменьше но все равно обратите внимание насколько vxr 28 здесь свободно тебя себя чувствует практически и думать не надо что что-то заденешь стал бы стрелять на охоте на такую дистанцию как 55 метров да нет конечно все таки это очень далеко хотя попал я вроде как неплохо все таки я думаю что метров 30 но 35 40 уже мысли такие а стоит или нет вообще чем ближе вы стреляете тем надежнее попадаете так но вроде как я попал никак не получается попасть в 11 очковую зону попал в край десятки но в принципе это не близко приходите и сами попробуйте я считаю я отлично пострелял лук меня полностью удовлетворил напишите сами в комментариях понравился ли вам этот лук напомню еще раз это мэтьюс vxr модель двадцатого года очень короткий лук очень стабильный лук из него приятно стрелять что самое интересное для охоты это лук очень тихий заметьте я три раза употребил слово очень но это не потому что я заговорился потому что этот лук мне очень нравится приходите к нам стрелять спортинг клуб москва с вами был алексей торговый дом дендра всего доброго до новых встреч надеюсь следующий раз я возьму еще какую-нибудь новинку и постреляем вместе субтитры сделал DimaTorzok